Атамбаев. Мне неудобно перед Бабановым. Экс-президент Алмазбек Атамбаев в интервью телеканалу «Апрель» заявил, что необходимо поблагодарить Умирбека Бабанова. Уголовные дела в отношении кандидата, занявшего второе место на президентских выборах, завели в конце 2017 года. Его обвинили в возбуждении межнациональной розни и приготовлении к насильственному захвату власти. Бабанова тогда не было в стране, а после он заявил об уходе из политики и отказался от мандата депутата Джоргу Кенеша. Позже следствие по одному делу приостановили. Атамбаев отметил, что по первому делу первая экспертиза показала, что Бабанов говорил не на эмоциях. Однако вторая экспертиза свидетельствовала об обратном. После выборов он мог начать раскачивать ситуацию, но он доказал, что для него превыше всего стабильность, подчеркнул бывший глава государства. Атамбаев считает, что следует прекратить и второе дело в отношении Бабанова, так как экс-кандидат к президенту к нему не причастен. Честно говоря, мы должны сказать Бабанову спасибо. За этот год он что-то сделал или заявил? Предпринял ли хоть одно действие, чтобы подорвать стабильность стране? Скажу откровенно, он поверил моим словам и словам Джейнбекова, поэтому мне неудобно перед ним. Добавил экс-президент. Алмазбек Атамбаев. Я пытался несколько раз помириться с Джейнбековым. Бывший глава государства перечислил людей, которых отправлял на переговоры с действующим президентом. Экс-президент Алмазбек Атамбаев пытался помириться с действующим главой государства Соромбаем Джейнбековым, рассказал он сам в интервью телеканалу «Апрель». Атамбаев отметил, что с начала года несколько раз отправлял Джейнбекову переговорщиков, в числе которых были Фарид Ниязов и два-три депутата Джугур Кукинеша. Но попытки помириться оказались безуспешными. Примирение не может быть односторонним. Для этого оба человека должны пожать друг другу руки. «Я терпел до ноября, несмотря на то, что я старше, отправлял переговорщиков», рассказал экс-президент. Он добавил, что народу нет никакой пользы от сложившейся ситуации, и добром это не кончится.